Итоги большого дорожно-строительного сезона подвели во вторник на заседание правительства. С помощью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и дополнительной федеральной поддержки Дорожный фонд Ивановской области вырос с 3 миллиардов рублей до 6. На средства нацпроекта в порядок приведено 8 региональных дорог протяженностью более 113 километров и 26 участков в Иванове длиной почти 20 километров. Еще 146 километров на деньги региональной казны и федеральных трансфертов. Все городские округа теперь связаны со столицей области качественными дорогами. Брак подрядчики исправляли до приемки работы. Когда либо участки перекладывались частично, либо полностью, что касается, вы помните, на дороге Иваново-Кинишем переложено 4,2 километра покрытия, полностью перекладывался участок 7,4 километра Южи-Холой. В Иванове производилась замена покрытия на проезжей части и тротуарах на улицах Кудряшова, Радищева, Фрунзе, Богдана Хмельницкого, Павла Большевикова, Батурина, Каравайковой, шоссе «Энергетика» в фабричном проезде и улице Оковой. Кстати говоря, мне сегодня с утра в социальных сетях прислали фотографию такую чудную. Можно ее вывести, пожалуйста, на экран? Да, это улица Оковой. Вот так был установлен подрядчиком автобусный павильон. Не годится. Я прошу и городские власти, и всех муниципалитетов, обращая внимание, контролируйте работу. Бывают, еще раз говорю, перегибы, но, послушайте, ну ни головы нет. Вот, ни подрядчик не посмотрел, ни проконтролировать должного образа. Такого быть не должно. Просто это посмешище на всю область, на всю страну. Зачем нам это нужно? В целом же подчеркнул губернатор задачи, которые стояли выполнены. Сейчас правительство определяется с первоочередными работами на следующий год. Теперь качественное покрытие нужно продолжить до Ярославля. Соединить хорошие дороги Комсомольск и Тейково в приоритете также направления Мэтпучиш. Впервые в этом году с помощью дорожной лаборатории провели диагностику и оцифровали всю региональную сеть. Это 3,5 тысячи километров. Зафиксированы все геометрические параметры дорог и их текущее состояние. На нескольких дорогах диагностика выявила проблемы с нижними слоями дорожной одежды. Например, 81% дороги Иваново-Ярославль имеет слабое основание. И на этой дороге изначально планировали заменить только верхний слой покрытия, но в следующем году будем ремонтировать ее капитально. За этот год в ДТП погибли 72 человека, 1156 пострадали. Аварий по сравнению с 2018 меньше, а вот погибших больше. Анализ дорожного транспортного происшествия с погибшими показал, что почти половина зарегистрированных в регионе ДТП с пострадавшими произошла на территории областного центра, где при общем снижении их количества на 17% и раненых в них людей на 20%, число погибших возросло в два раза. Таким образом, рост общего количества погибших в Ивановской области обусловлен значительным ее увеличением на территории города Иваново. А потому к вопросу безопасности скрупулезный и качественный подход. Разработана и реализуется программа на 36 аварийных участках. На них обустраивают переходно-скоростные полосы, устанавливают барьерное ограждение, светофорный объект, автобусные павильоны, камеры фото- и видеофиксации, строят тротуары и модернизируют пешеходные переходы. Появились вот такие островки безопасности, совмещенные с искусственными дорожными неровностями, противоторанными устройствами и направленным освещением. На одном из таких участков селена Ваталица за прошедшие три года произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в основном с пешеходами, в которых 20 человек пострадали и один погиб. После реализации комплекса мероприятий, в том числе там обустроили 4 пешеходных перехода островками безопасности, с 30 августа ни одного ДТП у нас там не произошло. В текущем году обустраиваем 12 подобных пешеходных переходов, 5 в Иванове и 7 в региональных трассах. В следующем году планируем обустроить более 30 таких переходов. А направленным освещением оборудуем 77 пешеходных переходов. В этом году и в 2020 уже более 200. В 2019-м отремонтировано 378 километров дорог. В следующем году по поручению Станислава Воскресенского к приемке всех работ должны подключиться лично главы муниципалитетов. Контракты необходимо заключить до 1 мая. Работы завершить до 1 сентября.